Продолжение следует... Я с удовольствием представляю своего друга и коллегу Стива Дудника, детектива Стива Дудника, закон и порядок в США, так называется его канал. Подписывайтесь на канал Стива Дудника, там сносочка есть в описании к этому видео. Стив, привет, добрый вечер у нас, добрый день у тебя. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что вы позвали и поздравляю, уникальные новости приходят в Израиль, это вообще просто... Да, да, спасибо, спасибо, да, есть такое дело, действительно произведена очень интересная, очень мощная операция, есть чем гордиться. Ну, кстати, давай тогда про эту операцию поговорим, то есть ликвидация шейха Хасана Насрала, который, в общем-то, является террористом, ну, если не номер один, то номер один с половиной. Американцы давно за ним охотились, американцы охотились за многими его приближенными, за некоторых даже устанавливали премию, так сказать, за получение информации, но грохнули его все-таки израильтяне. Как в Соединенных Штатах восприняли эту информацию, я имею, ну, прежде всего, Белый дом и, так сказать, власть имущих, ну, и потом, может быть, пару слов о том, как восприняли вообще американцы, не обремененные властью? Ну, во-первых, да, во-первых, я все-таки думаю, что Израиль уже должен получить от Америки столько денег, от того, чтобы даже без вознаграждения давать уже столько денег. Да-да-да-да. Уже вот даже свой бюджет, ну, по-моему, они не дают за это вам, да, это первое. Второе, как Белый дом, ну, смотри, в общем-то, положительно, и я думаю, что спецслужбы Америки знали, догадывались, или были какие-то консультации по этому поводу все-таки, я так думаю. Ну, Байден пошел в непризнанку, он заявил, что мы ничего не знали. Ну, конечно, на что он будет заявлять? На что он будет заявлять? Ну, это не он пошел в непризнанку, а то, что ему сказали сделать, он и делает, поэтому он пошел в незазнанку такую вот. Но, в общем-то, положительно, в общем-то, положительно. А и люди в Америке пожиты к этому отнеслись, ну, простые нормальные люди, с кем-то я общался, простые американцы, они к этому очень нормально отнеслись, потому что все понимали, что это террористы, и эти люди плохие, их надо убирать. Вот и все это, к этому отнеслись нормально, а кроме леваков, вот у леваков это большая проблема, леваки назвали это актом терроризма, и что это все, это политические ликвидации, и все-таки. Но это леваки наши, с ними ничего не сделаешь, для них все, что нормально для нормального человека, для них это ненормально. Подожди, а вот то, что там у них на руках кровь американских морпехов, американских военнослужащих, которые тогда в Ливане грохнули, ну, и не только их, это как бы неважно, да? Ну, неважно, не ваташка, сжигание американского флага и все остальное, это неважно, это для них, у них немножко другие понятия, но в общем, в общем количестве, это народ на это отреагировал нормально, а так как сейчас все озабочены выборами, то у людей другие немножко, как бы другие проблемы в данный момент, и все ждут, что будет вот очень скоро, через месяц. Это, потому что это будущее нашей страны, и оно сейчас решается, вот, но в общем-то, в целом, это было очень хорошо, очень хорошо и нормально. Камала Харрис даже вот изразилась таким, что она, что Израиль имеет право на то, чтобы, ну, себя защищать, и они, Америка с Израилем, но есть маленькая такая... Но, да, вот всегда но, но, без но не обходится, да? Да, но нужно решать все дипломатическим путем, и такой намек на создание государства Палестина, вот так, у того государства, это вот такой маленький намек, который постоянно идет, и, опять же, все, что говорит Камала Харрис, вот то, что она сказала, я не верю ни одному, ее слову, потому что у нее другого выхода сейчас перед выборами, я думаю, в голове у нее другое, потому что она ненавидит Израиль, и это понятно, но она не может по-другому выразиться, и, в общем, так вот, а так, удачи очень классные, хорошо, а сейчас следующие остались Кусиды, вот, с ними надо тоже разобраться, я так понимаю, что Израиль с ними будет разбираться. Вот Израиль вроде как разбирается, вот в те минуты, когда мы записываем с тобой эту программу, поступила информация о том, что нанесена серия ударов по порту Худейда, повреждено само здание порта, все прилагающиеся там механизмы и прочее, прочее, нанесены удары по нефтехранилищам, электростанции и так далее, идут взрывы, там огромный пожар возник на месте, и это было произведено, этот удар в ответ на запущенные ракеты по Израилю, ну, вот, в частности, одну из ракет они запустили как раз, когда возвращался Бен-Имин на Таньягу, и гордо сказали, что они пытались поразить аэропорт Бен-Гуриона, да, вот тот момент, когда туда приземляется израильский самолет, но, конечно, ничего у них не получилось, эту ракету сбили еще, так сказать, на подлете, еще в стратосфере, так сказать, но, тем не менее, то есть, они это делают уже несколько раз, американская Сент-Ком, который, в общем-то, признан обуздать хуситов, как-то вяло на это реагирует, и вот сейчас получается, что Израиль, ну, правда, они уже заорали, что американцы наверняка знали, поэтому они тоже ответственны, так что сейчас будут гадить вам с еще большей энергией. Американцы собираются как-то вообще дальше реагировать на это? Я, если честно, для меня вообще, в данный момент, для меня полный, а не даже шок, полный сюрприз, что вообще мы собираемся делать мы, потому что Белый дом какой-то неадекватный, он просто неадекватный, и уже последние, вот эти четыре года Белый дом был неадекватный, поэтому сейчас вот надо протянуть немножко время, чтобы были выборы, и надеюсь, они будут честными, и вот придет Трамп, вот тогда, я думаю, если до этого ничего не случится, я думаю, вот тогда у Хусида будет большая проблема, потому что это терпеть не будет. А здесь непонятно, что происходит вообще, почему, ну опять же, и это слабый лидер сидит, и он не хочет принимать никаких решений, и у него сейчас в голове другие, вообще у них другие сейчас вещи в голове, потому что они могли давно Хусидов остановить, но почему-то по какой-то причине это никто не делает, или это выгодно экономически для кого-то. Экономически это, по-моему, очень даже невыгодно, причем всем, включая Китай. Страховым компаниям, страховым компаниям выгодно, потому что они страховывают корабли, и у человека страховка пошла наверх, потому что корабли просто так не плавают. Это выгодно, есть определенные товарищи у нас в Британии, кому это выгодно, потому что, во-первых, изменилась тактика прохода корабля, они друг с другой стороны, поэтому подняли сцены на товары. Для кого-то это, для кого-то всегда такая ситуация, кому-то всегда выгодно. Ну да, как говорится, если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно, да? Ну, давай так честно. Ну что, Америка не могла бы снести хусидов? Могла бы, да может, могла бы. Один-два дня, и не было бы их. Они также снесли армию Саддама Хусейна. Вот когда надо было, снесли. Поэтому кому-то это не надо, или кто-то не хочет его делать, или кто-то просто не может в Белом доме дать такое указание, потому что слабый лидер, и его не может это сделать. Там не надо всех хусидов сносить, достаточно порт. У них же вся подпитка идет через порт. Он чуть ли не единственный. Там порт и аэропорт. Все, прикрой порт и аэропорт, и все, не будет ни у них... Ну вот сейчас это гречане-то сделали. Вот сейчас гречане сделали, потому что... Потому что ваш порт в Алате, он из-за этого стоит, простаивает, насколько я понимаю, правильно? Да, там очень серьезная проблема. Там поувольняли персонал. А люди что-то понимали, чтобы наши уважаемые зрители понимали, порт Айлат, это... Ну, город Айлат, это самая южная часть Израиля, которая находится на Красном море. Так вот, он находится в отдалении от всего. И поэтому людей, которых уволили сейчас из портовых рабочих, уволили много, там больше половины персонала уволили, сейчас будут снова увольнять. Работы им там не найти вообще, от слова совсем. То есть ее нету. То есть это маленький город на берегу моря. Поэтому либо надо покидать Айлат и переезжать куда-то в центр, искать где-то работу, там, в порту Аждода или в порту Хайфы, где их тоже, в общем-то, не ждут с распростертыми объятиями. Поэтому ситуация очень серьезная. Кроме, я уже не говорю о финансовых потерях, которые несет и порт, и государство, и, соответственно, недополученные налоги, да. Поэтому очень-очень удивительно, почему американцы так не реагируют. Но, опять же, все из-за того, что вот эта кучка непонятно колосит в Белом доме, и занимается непонятно чем. Вот последние четыре года. Развал на развалу страны. Скажи мне, ну вот Сент-Комс доложил сейчас, что они вот пока Израиль, значит, уничтожает Хизбаллу, они убили в Сирии аж 37 террористов ИГИЛ и Аль-Каиды. 37. Целый Сент-Комс, то есть Центральное командование Соединенных Штатов. Ну, значит, работают ребята? Не, ну, конечно, они работают. Конечно, там, где находятся наши армии, они пытаются что-то сделать, потому что, скорее всего, может быть, на них на какое-то нападение было не ответили. Мы же детали не знаем. Но это что-то 37. Сообщали, кстати, что были нападения на базы там вот в районе Ирака. Это просто ответ на нападение на базы. Но вот если они так могли разобраться совсем, как Трамп разобрался с ИГИЛом, Трамп с ИГИЛом разобрался очень быстро. Ему же досталось после Обамы, ему достался вот ИГИЛ на руки ему. И он быстро с ним разобрался. А вот сейчас вот с администрацией Байдена опять стал ИГИЛ поднимать голову. И опять вот такая ситуация. Поэтому все зависит от того, кто сидит в Белом доме. Очень много зависит. Когда сильный лидер, все сидят и молчат. Все прокси сидят и молчат. Никто не пытается. Иран вообще сидел глубоко и тихо. И у него ничего не было. Сейчас как он голову поднял благодаря Байдену. Поэтому... Другой вопрос, почему Иран сливает Хизбалу? Он открытое сливает ее. Он пытается ему что-то сказать, что-то делать. Но он сливает. Значит, Иран, видите, они такие люди. Они от что-то договариваются. Видно, им что-то там предлагают. Или они что-то там договариваются. Или до санкций, или до что-то. И поэтому они не очень сильно защищают Хизбалу. То есть ты считаешь, что идет какая-то закулисная возня, переговоры? Ну, конечно, закулисная возня, да. Да, они что-то пытаются... Они как, они вот такую открытию сливать ее не будут. Так что, где-то там всех убейте. Но они делают такой вид, что пока договорились, можно санкции снять. Может, это еще что-то где-то еще. И они поэтому не очень сильно дают ответ. Не очень сильно. Потому что, если честно, я не знаю. Если бы они, допустим, дали какой-то ответ по Израилю, не факт, что Америка... Опять же, возможно, да, возможно, и нет. Как Америка бы отреагировала, я тоже не до конца не верю Байдену, не до конца не верю Камар и Харрис. Реально. Не верю до конца. Ты имеешь в виду, если бы Иран бабахнул? Да. Опять же, я очень... У них мнения меняются очень сильно. Видно, как Байден выступал вчера. Видно, как выступал Камар Харрис. У них на лице написано, что они это делают с большим недовольствием. Ну да, они все время говорят, что нужно дипломатическое решение. Кстати, вот зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, выступил. Он в Твиттере написал пост довольно такой большой, в котором, грубо говоря, он сказал, что те, кто призывает, к дипломатическому решению, либо не понимает, либо делает это сознательно, что вообще-то Хизбалла – это пистолет, созведенный курком у виска Израиля. Те, кто предлагает решить вопрос дипломатическим путем, ну, грубо говоря, предлагает Израилю застрелиться. То есть вот примерно так. Он говорит, 100%. Он говорит, правда, 100%. И очень много людей по всему миру радовались. Даже и мусульмане радовались, и очень много людей радовались. Потому что Хизбалла была очень резко себя в Сирии, повела себя против мятежников. В Сирии там раздавали сладости, вообще веселились, будь здоров. Да, очень многие, очень многие люди рады, но, смотри, как я считаю, Хизбалла не перестал существовать. Все равно есть эти ракеты. Нет, конечно, конечно. Поэтому, наверное, у вас есть наземная операция, и не знаю, что будет дальше. Смотри, нам обещали, когда вообще говорили об этой грядущей войне, ну, давай так, когда говорили о вторжении Израиля в сектор газа, о наземной операции, всегда предупреждали, что это будет море крови, это будет там десятки тысяч погибших солдат там в течение первых же суток. Ничего подобного не произошло. Когда говорили про Хизбаллу, говорили, что это будет сильнейший удар по инфраструктуре Израиля, будут выведены из строя электростанции, больницы, значит, не будет воды, не будет света и так далее, и так далее. То есть апокалипсис. Но, как бы, ничего подобного не произошло. Да, конечно, идут обстрелы, идут обстрелы севера, люди там страдают, и есть погибшие, но это несоизмеримо с тем, что прогнозировали. Поэтому, как бы... Ну, потому что Израиль наносил удары заранее, разведка в Израиле хорошо работала. Лучшая защита – это нападение. Лучшая защита – это нападение, да. Лучшая защита – это нападение. Это сто процентов. Я, конечно, я сейчас говорю, я не уверен, но я думаю, что американская разведка очень помогает все равно. У нас просто получается так, что помимо Белого дома, и помимо Байдена и всех остальных, у нас еще есть рядовые какие-то работники, средний состав разведки ФБР, которые полностью на стороне Израиля, которые полностью против демократов. И я даже уверен, я не могу даже доказать его, что для израильчан нет какой-то слив, им кто-то докладывает, рассказывает. Байдена даже, скажем, может, об этом и не знает, и Белый дом, скажем, даже об этом не знает. И, возможно, даже руководство, допустим, ЦРУ даже об этом не знает. Такое тоже возможно. Потому что я умею, что есть средние сотрудники, среднее звено, которые понимают, что происходит, как происходит. они пытаются помочь Израилю, я в этом уверен, на 99%. Стив, давай поговорим немножко о выборах, то есть что у вас происходит, то есть разные публикуются информации о том, что Камала даже на несколько там десяток процентов опережает Трампа, что на самом деле, и давай в продолжение моего вопроса о грядущем диспуте, о дебатах между двумя претендентами на пост вице-президента. Ну, ОПЕК, это все обман, это все развиваются демократические фейк-СМИ, Трамп на голову впереди идет, его намного больше народу поддерживает, люди понимают, что... Но опросы есть опросы, откуда ты знаешь, что... Ну, потому что опросы совсем другие, то, что говорят СМИ, Трамп опережает, Трамп опережает, и все это знают, но просто людям вливает в голову то, что Камала идет впереди, потому что она даже практически впереди идти не может с ее харизмой, так как она себя ведет, так как она разговаривает. Она... Хорошо, дебаты были Трамп и Камала, мы все эти дебаты видели. В этот же день все демократические СМИ кричали, с каким силой Камала Хайес порвала Дональд Трамп, просто растоптала она его, с этого и уничтожила. Вот так вот реально все говорили, все Дональд Трамп играл в дебаты, но мы все эти дебаты видели. Я не могу сказать, что он сильно это выиграл, но он довольно был намного сильнее, чем Камала Хайес, потому что он предлагал хоть какую-то свою программу, а Камала Хайес не предлагала ничего, вот вообще ничего. Она заразительно смеялась, все нормально. Вот и то же самое, и то же самое. И те штаты, есть такие свинг-штаты, которые колеблющиеся, и они стали более колеблющие в красную сторону, в сторону республикантов, потому что люди это видят, люди смотрят на это все. Даже, смотри, даже демократы-политики, очень большие политики, встали против демократической партии, и поэтому случился в Нью-Йорке большой скандал. Причем мы об этом поговорим. У нас в понедельник будут дебаты между Вэнсом и Тампоном Томом. Мы тампоном Томова зовут его. Почему? Потому что в какой-то момент, когда он был губернатором, по какой-то причине, никто не знает эту причину, он в мужских туалетах ответил аппараты с женскими тампонами. Для чего непонятно это было сделано. Вот намного-много чего другого. Поэтому у него кличка Тампон Тим у него. Обманщик, все его слова обман, его прошлое, его заслуги, он там такое по рассказу, вылезло, что это все был обман. Начиная от армии, кончая, что он в Гаврии не учителем был. Все полностью обман. Вот будут сейчас дебаты, 1 числа мы будем вести в прямом эфире, и посмотрим, что за комедия это будет. Вот интересно. Ну, вообще дебаты претендентов на пост вице-президента, они вызывают такой же интерес, как и дебаты претендентов на президентское кресло. Да, конечно, конечно, да. Они вызывают такой же интерес у людей, потому что люди тоже слушают программу партии, как это все будет, кто будет визуально. Это и будет интересно. А где проводить будут? То есть на каком канале? Нет, я не думаю, опять же, у этих, у демократических маналей, они не ходят почему-то на... То есть опять подставы будут? Не знаю, посмотрим, посмотрим. В прошлый раз была подстава, мы знаем, что вот эти двое, которые сидели, они получили по миллиону долларов от штаба Камала Харрис, и мы знаем, что у Камала Харрис были вопросы уже подготовлены. А вот, кстати, по поводу наушников, вот про которые говорили, сережки-наушники, что-то вообще выяснилось по этому поводу? Никакого расследования, ничего не было? Расследований никого не было, но новости об этом говорили, факсонист об этом говорил, новости об этом говорили. Там протечка произошла, и говорили об вопросах, которые дали заранее, и то, что медиа, эти два медиатора, которые вообще не имели права вмешиваться в беседу, они были только задавать вопросы. Они вмешивались в беседу, они оценивали беседу, этого не должно было быть, это все было неправильно. Это все было нарушение, и, конечно, из этого получили деньги большие, это было и так понятно. Поэтому, посмотрим, что будет сейчас на этих, посмотрим, что на этих дебатах будет. Будет очень интересно. 1 числа, в понедельник будем вести. Я всегда в прямом эфире это веду. Мы стали тулины. Ну да, можно друзья, можете зайти на канал Стива Дудника, за какой порядок в США и посмотреть, так сказать, в прямом эфире эти дебаты. Ну, я так понимаю, не только с переводом, но и с твоими комментариями. Ну, конечно, с нашими на этом комментариях будут классные. Комментарии смешнее и интереснее, чем сами дебаты, да? Да. Вот. О коррупции в Нью-Йорке это очень интересная ситуация получилась. У нас есть мэр Нью-Йорка, чернокожий, бывший полицейский, довольно интересная личность, и он пытался Нью-Йорка начать поднимать с колен то, что было. Но у него это не получалось, потому что демократы сделали из Нью-Йорка город, где те же эмигранты в огромном количестве. А он республиканец сам? Он демократ. А, демократ. Демократ. Вот. И помимо этого, с наших республиканских штатов, республиканские губернаторы сажали в автобусы тех нелегалов, которые поправляли в Нью-Йорк. Представляете, что там коллапсом случился там? Не то, что социальная система. Там их селить негде было, их селили в школах, а детей выгоняли в школу и закрывали школы. И дети учиться не могли. Они жили прям в школе. А жили кто? Вот эти мужики здоровые. Не то, что там семейные какие-то пары, дети, все. В основном, эти молодые парни, которые могут взять оружие в руках. Начинается сильно подняться к краям. Система Нью-Йорка социальных стала падать. И просто мэр Нью-Йорка, когда все это увидел, он понял, что с Нью-Йорком ничего сделать не может, ему просто не дают. И вот он стал выступать против политики федералов и демократической партии, против политики негарных иммигрантов. И что сразу случилось? А случилось у нас то, что в основном демократы, они очень слажены между собой. Очень слажены. Но если хоть один выскакивает, то его быстро не ставят. И это мы будем говорить о бывшем губернаторе Нью-Йорка, когда он что-то пытался вылезти куда-то. Ему сразу делали стекл скандал. Ему сразу обвинили. Он же тоже демократ. Свои же демократы. Его быстренько убрали. Что сделали с Адамсом? Ему не могли сделать секс-скандал. Он чернокожий. Это большой скандал был. Чернокожий так нельзя трогать. А чернокожий нельзя секс-скандал делать? Ну, это как-то не сработало синониму. Сделали коррупцию ему. Дубни с того ни всего. Что он получал подарки от каких-то турецких компаний, что-то там еще, что-то еще. Они там на него наложили столько на него, что у него такая там коррупция. Ему пытались предъявить обвинение. Ему федеральное обвинение. Но это было понятно сразу. Даже Трамп об этом сказал. Как только он выступил против своих демократов. В этот момент комиссар полиции Нью-Йорка, который тоже только пришел и стал его помощником. Ему тоже предъявили обвинение в коррупции. И его брату за типа замомогательство и за рэкет. И, как говорит Адамс, что это все политическая заказуха, потому что они все выступили, эти демократы выступили против демократов. И мэр сказал, что я буду бороться. Его хотели уйти с позиции мэра. Он отказался уходить. Он недавно уступал. Он недавно был в федеральном суде. Он сказал, что буду бороться до конца, что это все не падает, что это политический заказ. И я, честно, в это верю. Я знаю, что она есть. Ты, конечно, скажешь, коррупция есть везде. В Нью-Йорке эта коррупция есть. Я знаю, что она есть. Но до этого мэра, был мэр Деблазио, так там вообще такое творилось. Такое. Он через компанию своей жены проданал государственных заказов на 1 миллиард долларов. И было полнотично. Никто слова не сказал. Потому что он был в дудочку то, что нужно было демократической партии, Байден и всей компании. А вот этого мэра сейчас его попытаются быстро убрать. Попытаются, потому что он выступил против негальной эмиграции в городе, сказав, что надо это прекратить. Это неправильно. Город разрушится. Он как бы встал на сторону республиканского. Он не встал на сторону, не ушел, но встал на их сторону. И вот это он получил. И в момент уже предвели обвинение все пожарные, пожарной охране в верхушке города. Потому что как бы они брали деньги за инспекции, которых там не было инспекции. Ну, в городе пожарного. Опять, вот этого я не знаю. Может, это и так и есть. Я не знаю. Или это тоже часть наезда на мэра, потому что это все его команда, которую он поставил. Да. Ну, вот как-то так вот у нас происходит. Интересно очень. Стив, не могу не спросить тебя про недавний визит в Соединенные Штаты президента Украины Зеленского. Точнее, визит был связан с его выступлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И он встречался, он привез свой план победы. И он встречался, так сказать, предъявлял этот план, представлял, извините, представлял этот план как президенту Байдену, так и, значит, Камале Харрис и Трампу. Вот интересно, он встречался с Трампом. Вообще, вот что происходит вот с этим вот планом победы и насколько вообще он реалистичен? Ну, я не знаю. Никто этот план победы не видел, если честно. Ни на Украине, ни здесь. Только ГБШ, что предоставил. Но вообще, интересная была сцена. Я говорю, Леня, вы не царь бы поцнут. Это была смешная сцена, конечно, потому что, ну, мне кажется, Трамп не прикалывался после этого, такое ощущение. Вот. И он, конечно, говорил, что да, вот тяжело, мы должны закончить войну. Там, Камал Хайс не хочет, а я закончу эту войну. И он, там, парень пошел через ногу. Он, кстати, напомнил ему про тот телефонный звонок. Он сказал, типа, ты молодец, а ты... Какой телефонный звонок ты имеешь в виду? Когда-то Трамп ему позвонил, перед выбором попросил, чтобы... А не было разговора телефон, и попросил, чтобы кто-то открыл расследование и предоставил документы по Байдену, по его сыну, по всему этому. Да. И после этого был большой скандал, и вроде бы Зеленский, так сказать, что он давит на Зеленского, но Зеленский вроде бы это не подтвердил тогда. Вообще-то. Он не помог, но не подтвердил. И сейчас, что интересно было, Трамп ему это вспомнил, и он это сказал вслух. И он поставил Зеленского такую ситуацию, потому что Зеленский сказал, да, я действительно подтвердил, что ничего не было. То есть типа я не злопамятный, но у меня просто память хорошая. Нет, он его поставил перед демократами, он сразу перед демократами его подставил, потому что он оказал такую ситуацию, Зеленский уже не знает, кто выиграет. Понимаешь? Вот. И второе, там очень смешно, когда он сказал, что у меня хорошее отношение с лидером России, там, у него что, Путина. А Зеленский, как обиженный мальчик, сразу прямо сказал, ну со мной же будут лучше отношения, если у меня будут лучше отношения. Он сказал так, ну не такие хорошие, как у нас. Ну да, ну да, а Трамп, в Танго должно быть двое. Нет, ну хорошо, это, так сказать, юмористическая сторона вопроса, но если говорить серьезно. А так, если серьезно говорить, Трамп ему дал, да, я так понимаю, Трамп дал ему понять, что ты, мальчик, сядешь за стол переговоров, и эти переговоры должны быть честны, и будем договориться с Россией, и какая договора пойдет, кто кому что будет отдавать, ну ты сядешь, там варианта никакого не будет. Он так сказал ему, что у тебя вариантов не будет. А вот если выйдет Камала Харрис, то вариант еще есть, будет еще продолжаться война, пока до последнего Украинца. Там так уже мало осталось, до последнего Украинца. Будет война идти, и вот и все. Потому что Камале Харрис, это интересный, это интересные деньги, это промышленный комплекс, это много-много интереснее. Это все, это вот эти разборки. Но Камала Харрис тоже заявляет о том, что она хочет прекратить войну. Камала Харрис не может прикрепить войну, потому что она не знает, что она хочет, я не верю на мое слово, она может там заявлять, но я не думаю, что Камала Харрис что-то сможет по этому поводу сделать, я думаю, что война будет еще продолжаться и продолжаться, потому что, судя по риторике Путина, он и комит Дональд Трампа никого больше серьезно не воспринимает. То есть ты хочешь сказать, что Трамп за счет вот этих личных отношений, за счет того, что у него какие-то есть отношения с Путиным, ну и какие-то с Зеленским, и, судя по всему, Путин относится к нему серьезно, то есть в отличие от того же Байдена или от той же самой Камалы Харрис, я не очень себе представляю вот их встречу, да, как она будет хихикать там через каждое слово, да, то есть как это будет воспринято. Клоунадо будет, клоунадо. Да, а вот с Трампом, типа, вот за счет своего авторитета он сможет достичь каких-то результатов, ты в это веришь вообще реально? Ну, Трамп, вот он умеет, я помню прошлую вот его каденцию, он умеет договариваться, как у него это получается, он Канаду припустил немножко, когда они борзели, он мягко припустил, когда они борзели, он умеет жестко ставить ультиматумы и выполнять эти ультиматумы, в чем проблема, а не ходить вокруг и вокруг, потому что вот смотри, сколько раз ультиматумы ставил там, понимаете, там Хусидм, мы ставили ультиматумы, что? И ультиматумы ставили вот это последнее, ну вот это так, и ничего, ничего не происходит, ничего. Вот Трамп, он здесь все делает, он подтверждает своими действиями, и мы можем видеть корейского лидера, которого ни с кем не встречался никогда, он встретился с Трампом. У Трампа вот это вот есть какая-то жилка такая, что он может жестко, резко договариваться. Я не знаю, что он сделает, я же не Трамп, я же не на работе, я не знаю, что он сделает, но мне кажется, что он поставит и Путина, и Зеленского в такую позу, что у них не будет другого варианта. Вот у него такое ощущение, опять же, возможно, я не прав, но пока вот в прошлом его каденции не было такого, что он с кем-то не договорился, вот не было такого. С Ираном не договорился. Ну нет, так он не договорился, он просто опустил его, потому что с кем он не договаривается, то он опускает. Ну, вот тут Иран был опущен. Ну смотри, там довольно спорный вопрос, кто кого опустил, потому что Иран, значит, после того, как Трамп вышел из этого соглашения, Иран спокойненько стал делать дальше свою бомбу. Так вот, Трампу они дали еще 4 года, во-первых, не забывали, что демократы на тот момент сделали в своей цели своей жизни, это была вот эта вендетта, мешать Дональд Трампу, и половину его жизни, его каденции он заезжался по судам, они вставляли ему палки в колеса, и при этом, что он сделал. И, возможно, ему просто не хватило у него времени, реально не хватило времени, и мы не знаем, потому что я говорю, демократы, они забыли про страну, они забыли, что страну управлять. И у них была одна цель, брать Дональда Трампа и сделать все для этого. Вот поэтому, возможно, что-то где-то не было. В целом он сделал очень много, и у Рана не было таких возможностей, по крайней мере, Иран, ни Хрисбала, ни Хамас, они сильно не атаковали очень сильно, там была такая тишина была. Ну, было, наверное, что-то какие-то, были теракты, скорее всего, но было их очень мало. Вот, поэтому посмотрим, что будет у Трампа, у тебя такая жилка, я не знаю, что он скажет. Он скажет Зеленскому, что или за 100 переговоров, или мы остановим полностью всю помощь, и давай выверни деньги назад, которые взяли. Вот у тебя есть, не знаю, три недели, не возвращаешь деньги назад, уголовный суд тебя выведут и посадят вами. Ну, например, один из вариантов. Куда деньги? Покажи, куда ушли эти миллиарды долларов. И Зеленский в жизни не покажет. Ну, не покажет, куда ушли эти миллиарды, потому что я разговаривал с, у меня был эфир, я разговаривал с военными людьми из Украины, которые были командиры батальонов. У меня был парень командир батальонов, он рассказывал, что были такие моменты, что им передавали деньги, что они закупали снаряды. Я поверхность-то говорю, я не могу сказать, например, снарядов, что там 2000 долларов они стоят, к примеру, и они закупали в Чехословакии, они в Чехословакии закупали типа по 8000 долларов, там по 8000, и американцы покажут, что по 8000, там 5000, вот так вот, все время такая вот вещь шла. Все время шла вот эта коррупция по оружию, там огромная коррупция, наркотики, коррупция, все это было. И поэтому сейчас, если попросить, куда эти деньги ушли, их никто не покажет, какие-то большие проблемы. Вот на это можно рано давить, очень сильно. Я, к примеру, один из примеров. Ну, вот как-то так вот, поэтому я не знаю, как это будет. Хотя, я считаю, если Зеленский сейчас застал переговоров, то его свой народ снесет, потому что они думают, что народ Украины, в отличие от политиков, народ Украины хочет каких-то переговоров, потому что, ну, люди злые, люди, я не знаю, как это будет честно. Нет, ну, там проводились опросы общественного мнения, и как раз большинство против остановки войны, против переговоров. Ну, да, а против, да, большинство, ну, большая часть сидит в Европе и в Америке на диванах, которые вот бежали, и кричат ложками, давайте воевать, но воевать не едут. Вот, это не израильчане, которые поехали воевать, это они сидят, их какое количество убежало, вот, молодых ребят, которые ходят с флагами по Европе, там, туда-сюда, там, здравствуй, Украина, там, слава в Украине, а сами ученики, а сами не идут воевать. Они тут из теплых стран, где у них хорошая социальная программа, сидят и выступают. Ну, это все, посмотрим, я не знаю, что будет. Такие вот дела. Стив, спасибо тебе, спасибо большое, я напоминаю, с нами был Стив Дудник, детектив Стив Дудник, закон и порядок в Соединенных Штатах, детективное агентство и канал, подписывайтесь на канал Стива Дудника. А мы с тобой поговорим после дебатов, то есть давай следи внимательно, смотри, как там, что происходит на этих дебатах, вот, и потом расскажу свои впечатления. А вам удачи. Да, удачи нам тут всем очень-очень даже пригодится. Спасибо, всего доброго. Все, спасибо.